200 Ну, наверное По следам события, которое сегодня Такое заунывное довольно происходило На стадионе города Лид Ну, футбольные болельщики меня поймут Поэтому повод такой четверостишный Кто бы сомневался, иху мать Нам роднее игры без мяча Чем в футбол бессмысленно гонять Лучше пить в Марселе англичан Обычно такое юбилейное мероприятие Оно предполагает Какие-то достаточно хорошо откатанные вещи Которые без запинки исполняются Ну, что-то вот как-то они мне поднадоели И хочется почитать что-то такого Что я читал редко Когда буксует творческий процесс Одна надежда только душу приедет Что выручит словесный норез Поддержанный словесной диареей Я, как все пишущие авторы Подвержен вот этому пробуксовке творческого процесса Ну, не знаю, есть ли у меня вот эти вот перечисленные Беты там словесные Я, когда своих идей нет Переключаюсь на написание пародий Ну, как бы вот из зависти к тем У кого нет вот этой пробуксовки Они пишут, пишут, пишут себе и пишут Вот, например, несколько лет назад Я достаточно часто заходил на поэтический ресурс Под названием Решито И вот там вот в те времена Творил автор под ником Линк Чумовский Не знаю, какое-то настоящее имя Ну, не важно Значит, он был славен тем, что ежевечерне Примерно в 11 часов Вывешивал на сайт очередную единицу стихопродукции Вот одна из этих единиц Носила название «Мне нечего сказать» Ну, просто буквально Вот «Нечего сказать», а «Все равно» говорит Вот, открыл, почитал Там были примерно такие строчки Прекрасен сон был В коем мне всю ночь не спится Ну, понятно Настоящий поэт должен быть парадоксарен Во сне не спится Над полем нежности Покрытым сном травой Ну, настоящему поэту без травы никак Ну, и настоящий поэт Должен себе позволять вольностью В обращении с языком У Линка это выражалось В довольно частом употреблении Своеобразных форм деепричастия Как будто пела Бив крылами птица Бродили вместе Мяв ногами то виденье Ну, в общем, все это почитав Я решил написать пародию Под названием «Если нечего сказать» Трава накрыв поэта Он плыл по ним туда, куда его несло Вяв на глазах он не сдавался Тем не менее И продолжал он Выв мелодию без слов Сказать-то нечего поэту Хоть ты тресни И волоса свои Как тузик грелку рвав Слова в отчаянии Он выкинул из песни Так если нечего сказать Сказал бы «Мяв» Еще одно произведение Другого автора По имени Ольга Колпакова Вычитал там же Называется оно «Маскарад» Сейчас попробую Если не собьюсь Его воспринести Может быть оно там не полностью Но больше часть, наверное Мает мастера Малюет Мезоним Метлу Мадонну Морок Маком медальона Мутит мост Мудрит Мухлюет Месяц Медом Мармеладом Мажет Мастеру Манжеты Мандаринами Монеты Мечет Меткая Монада Много мути Мантры Мудры Моделирует Медуза Маловесны Масти Музы Меркантины Мысли Мутны Вот такой вот поток Мутных мыслей И слов Начинающихся на букву М Я решил, чтобы мне неслабо Выдать свой поток Мутных мыслей И слов на букву М И получилась Такая пародия Под названием Мерцание Маслят Меркантин Метили Метили мангалы Мельтеша Мудрили Мессу Мужики Мочами Марш Меганит Моча Мортиры Морш Медуз Мурыжил Мирных Малорослый Мудрый Маршал Мельхеровы Мотыга Молотя Мешок Макрели Малорослым Министрелем Маслом Мазал Мамалыгу Мышку Мучил Молдаванин Мастодонты Мяли Мяту Мерно Меркло Море Мата Мир Маразма Многогранит Вообще На самом деле Пародия Иногда Получается Буквально Почти На ровном месте Вот где-то Я к сожалению Уже не помню Где Прочитал То ли Сихотворение То ли В экспромте Даже Ну такая фраза Матерь Родненький Ну Поэты Вообще Славятся Вольности Во вращении Селегон Да Ну Сложилось Такое Четверостише Которое Как бы Вот Немного Приоткрывает Кухню Пародиста К вопросу Как рождаются Пародии Мыслительную Мышцу Напрягая Напишет Скажем Автор Матерь Родненький А пародист В ответ Отец Родная Вот Ну и вот По поводу Такого Буквально Маленького Штришка На сайте Графоманов Нет Который Позже Стал Называться Графоманом Нет Ну это Неважно Все равно Графоманов До черта Значит Автор Дмитрий Гавриленко Выложил Такое стихотворение Под названием Лесбиянка Название понравилось Зашел Почитал Ну оказалось На самом деле Стихотворение Грустное Оно Посвящено Проблеме Гендерного Дисбаланса В поголовье Крупного Рогатого Скота Что в переводе На общепонятный язык Означает Что количество Коров В разы Превосходит Количество Быков От этого Коровам Большое Сексуальное Несчастье Все бы Ничего Но Там Наткнулся На такую Фразу И стоит И молчит И мотает Головастой Своей головой Ну Мимо Такого Подарка Я пройти Не мог И Написал Пародию Под названием Масляное Масло Или Доярка Настя Сердце Насти Некаменный Камень Дело Дельное Есть У нее Скот Рукастыми Доет Руками И Песнявую Песню Поет Головастую Голову Насти Мысли Мысленный Ряд Посетил Что Скоту Для счастливого Счастья Очень Нужен Интимный Интим И Упертая В Насти Уперлась И Решила Она Стать Другой И На песне Горластое Горло Наступило Ногастой Ногой Будет Жизненно Жить Настя Снова Будет Дой Надоить А пока Ублажает Коровью Корову Ведь Быкастого Нет У Быка Вот Иногда Всплывают Какие-то Такие Вот Из истории Вот Некоторое Время Несколько лет Назад В своих странствиях Доехал До Братислава Увидел Там Дунай И Вспомнилась Первая строчка Из песни Слышанной В раннем детстве Вышла Мадьярка На берег Дуная Бросила В воду Цветок Дальше Хатюбей Не помнил При первой Возможности Зашел В интернет И Почитал Дальше Вышла Мадьярка На берег Дуная Бросила В воду Цветок Утренний Венгрий Дар Принимая Дальше Понесся Поток Этот Поток Увидали Словак Стоп Какие Словак Дунай Берет Начало В Германию Дальше Он течет Потом Через Словакию Сначала Вена Потом Братислава И ниже По течению Венгрия Будапешт Некоторое Время Завис Как это Так Пытался Сообразить Мне сказали Что Есть Участок На котором Один берег Словацкий Другой Венгерский И вот То что Мадьярка Бросила Словак Увидели Ага Ребят Значит Вот В этом районе Ширина Дуная Метров 300 Что Можно Увидеть С Противоположного Берега Что Там Мадьярка Бросила Цветок Или Там Я Не Знаю Использованную Прокладку Ну В общем Написалось Такое Четыростишное Песня 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 Бывает Уж Так Повелось И Не Так И Коленца Плыли Цветы Как На Нерест Масось Дальше К Австрийцам Нерест Нерест Позвонили Песня Песня Субтитры сделал DimaTorzok